Я Ирина Александрович, приветствую вас. Продолжаем курс лекции, посвященной интерпретации рисунка. Из этой лекции вы узнаете, что можно сказать по рисунку человека, о его авторе. По традиции сразу же приступим к рисованию. На этот раз понадобится нам, помимо карандаша, не один, а несколько, три или четыре листа бумаги. И не забудьте нажимать на паузу после каждой части инструкции. Она будет состоять из нескольких частей. Итак, инструкция. Задание первое. Нарисуйте человека. Скорее всего, вы сами знаете, человека какого именно пола вы нарисовали. Но посмотрите на получившийся рисунок непредвзято и постарайтесь определить, насколько понятен постороннему зрителю пол нарисованного вами человека. И, если пол непонятен, попросите нарисовать человека какого-нибудь определенного пола. Если же пол понятен, попросите нарисовать человека противоположного пола. И, наконец, последний шаг. На одном листе нарисуйте двух людей разного пола. Если пол на первом рисунке был непонятен, то необходимо вернуться к нему и определить пол и возраст нарисованного человека. При желании, после выполнения всех рисунков на тему «Человек», можно попросить ответить на серию весьма полезных информативных вопросов. Например, пол и возраст для каждого рисунка человека. Что за человек нарисован? Чем он занимается? Чего боится? Кто его самый значимый человек? Что для него главное? В чем его счастье? Пол имеет спрашивать в любом случае, когда он не очевиден. Возраст человека, как правило, соответствует значимым событиям реальной жизни. Если возраст меньше паспортного, спросите, что именно тогда произошло. Если больше реального, что именно планируется сделать в этом возрасте? Помимо этих вопросов, можно предложить, например, оценить и сравнить все рисунки человека по шкалам семантического дифференциала в баллах от минус трех до плюс трех. Например, уравновешенный, импульсивный, привлекательный, отталкивающий, определяющий, слушающийся, или по любым другим противопоставлениям, в зависимости от того, с какой проблемой человек к вам обратился, или какая проблема интересна вам самим. Перед вами шаблонный набор вопросов из книги Карен Маховер «Проективный рисунок человека». Можно дать больший простор для фантазии, попросив автора рисунка сочинить рассказ об изображенном человеке, как если бы тот был персонажем пьесы или рассказа. Такой подход возможен к рисункам на любую другую тему, особенно в ситуации, когда нарисованная сцена вам не ясна. В любом случае рекомендую вам первоисточник такого ассоциативного подхода книгу Маховер «Проективный рисунок человека». Она есть в свободном доступе в интернете. Как вы помните, Маховер разработала свою методику, сравнивая рисунки одних и тех же людей, созданные ими в разные годы. Те рисунки изначально были получены для оценки интеллектуального развития по методике Флоренс Гуденав, а после доработки ее учеником Харрисом она стала известна этой методикой как методика Гуденав-Харриса. В связи с этим, возможно, не лишним будет напомнить основные этапы эволюции рисунка человека. 3-4 года дети рисуют головастика. 4-5 лет появляется на рисунке человека пупок. С 5 лет – половая дифференциация. 5-6 лет – изображение пальцев в ладони. С 6 лет – руки с толщиком становятся больше, чем голова. 6-7 лет – появляются пуговицы, 8 – плечи. И с 8 лет дети переходят к изображению двухмерному с перспективой, как уже на знакомой нам картине XVI века. Право-лево. Правая или левая сторона тела нарисованного человека определяется из плоскости листа. Правая, например, правая рука, правая нога – это система иерархии, социализации и доминирования. Искажения, идущие по правой стороне изображенного человека, отображают проблемы с отношением с миром социальных норм. Это его работа, учеба, карьера, отношения с начальством и с теми людьми, которые их выражают. Левая – система эмоциональных привязанностей. Искажения по левой стороне отражают проблемы отношений с наиболее близкими людьми. Перейдем к конкретным интерпретационным признакам. Ноги – это опора в реальности. Если персонажи изображены в ряд, пройдите мысли на горизонтальную линии по самой нижней точке ног. Люди, которые стоят на этой линии, воспринимаются автором рисунка, как имеющие опору в реальности. Остальные – повисшие в воздухе. Самостоятельной опоры в жизни не имеют. Непропорционально длинные ноги – сильная потребность независимости и стремления к ней. Слишком короткие – чувство физической или психологической неловкости. С подчеркнутым контуром земли – чувство незащищенности. Ступни – признак подвижности в физиологической или психологической межперсональных отношениях. Чем больше площадь опоры у ног, тем более данный персонаж воспринимается твердо стоящим на ногах, на земле. Так, женская фигура справа выглядит более устойчивая, чем женская фигура слева. Ступни непропорционально мелкие – признак зависимости, в противном случае – потребность в безопасности и дополнительной устойчивости. Карен Маховер заметила, что прикованные к постели депрессивные, унылые или замкнутые индивиды могут сопротивляться рисованию ступней и даже ног, а иногда могут предлагать компромисс, изображая сидящую фигуру. Вы видите автопортрет французского художника Тулуза Латрека. В возрасте 13 лет, вставая с кресла, он сломал шейку бедра правой ноги, через год он упал в канаву и получил перелом кости шейки бедра левой ноги. После этого случая его ноги перестали расти и оставались непропорционально короткими на протяжении всей жизни. Далее руки, локус манипуляции, средства воздействия на мир, физического контроля поведения других людей, приспособления к окружению, главным образом в межперсональных отношениях. Искажения в изображении руки остаются признаком недостаточной уверенности в социальных контактах. Чем более могущественно воспринимается персонаж, тем больше у него руки. Руки длинные, желание чего-то достичь, завладеть чем-то. Руки слишком длинные, соответственно, чрезмерно амбициозное стремление. Руки, которые нарисованы короткими, недостаток амбиций. Рисуя какую-то фигуру без рук, автор рисунка лишает таким негубанным образом данный персонаж самой возможности воздействовать. Часто руки отсутствуют только в женской фигуре. Это свидетельствует о восприятии женщины как нелюбящей, отвергающей и неподдерживающей. Такой женский образ, вероятнее всего, наблюдается у взрослых мужчин, которые чувствовали себя отвергнутыми своей матери. Руки мужской фигуры в подобных случаях мог быть особо выделенными, как на данном рисунке. Руки тонкие, слабые, ощущение недостаточности достигнутого. Руки неясно очерчены, нехватка уверенности в социальных отношениях. Напоминание. Признаки, обнаруженные на руке левые. Относится к сфере семейных отношений. На правой руке проблематики за пределами семьи, на обеих руках к человеку в целом. Например, у мужской фигуры левая рука неясно очерчена, что может говорить о неуверенном мужском поведении. У женской фигуры на первом рисунке неясная правая рука, что сигнализирует о возможной проблематике в отношениях за пределами семьи, неудовлетворенности в собственном статусе. Руки, повернутые в стороны, достающие что-то, поддерживающие кого-то, свидетельствуют о зависимости желания любви и привязанности. Руки, поднятые вверх, компенсаторное самоутверждение над другими. Руки за спиной или в карманах – чувство вины, неуверенность в себе. В случае, если только одна рука нарисована за спиной, как в этом случае в изображении левой руки женской фигуры, напомним, что признак относится к чувству вины женщины только в отношениях с близкими людьми, а не за пределами семьи. Руки, изображенные не слитно с туловищем. Если, например, линии недосоединены, субъект иногда ловит себя на действиях или поступках, которые вышли у него из-под контроля. Размах рук говорит об интенсивном стремлении к действию. Наоборот, руки напряженные, прижатые к телу, вытянутые по бокам, эмоциональная неповоротливость, ригидность, трудности в социальных контактах, страх перед агрессивными импульсами. Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне – социально-ролевой конфликт. Если вспомнишь, что признак руки за спиной или в карманах говорят о чувстве вины, неуверенности в себе, а левой руки касается отношений с близкими людьми, возникает предположение о том, что это чувство вины вызвано социально-ролевым конфликтом, связанным, например, с полуролевой идентификацией. Если мало пальцев или они вообще не нарисованы – беспомощность. Вообще количество пальцев говорит о силе, могущественности, амбициозности, которые автор рисунка приписывает той или иной фигуре. Пальцев меньше пяти, соответственно, зависимость бессилия. Если у одного из нарисованных людей, то именно он воспринимается как более слабый, чем окружающие. Пальцев больше пяти, соответственно, амбициозность. Пальцы виноградины – инфантильная агрессивность. Большие пальцы – грубость, черствость, агрессия. Пальцы отделены, как будто обрублены, при этом линия не объясняется краем рукава. Вытесненная агрессией – замкнутость. Пальцы острые, как гвозди шипы – враждебность. Пальцы одномерные, обведенные петлей для обозначения объема. Сознательное усилие против агрессивных эмоций. Нарисованные кулаки – рука, как боксерская перчатка. Вытесненная агрессия, бунтарство, протест. Кулаки, нарисованные далеко от тела, открытый протест. Если кулаки прижаты к телу, протест вытесненный. Голова – рациональное начало, сосредоточие интеллекта и контроль над телесными импульсами. Голова большая, неосознанное подчеркивание убеждения о значении мышления в деятельности человека. Голова маленькая, переживание интеллектуальной неадекватности. При различном изображении мужской и женской фигур, полу той, которая наделяется большей по размерам головой, приписывается более высокий интеллект и социальная значимость. Волосы – признак мужественности, храбрости, силы, зрелости или стремления к ней у мужчин или сексуальной привлекательности у женщин. Волосы редкие, особенно если как бы стоят дыбом. Недостаточная мужественность. Волосы сильно заштрихованы. Тревога, связанная с мышлением или воображаемыми образами. Волосы не заштрихованы, не закрашены, как бы обрамляют голову. Человеком управляют враждебные чувства. Лицо – признак персональности, характеристика состояния сенсорного контакта с действительностью. Обязательные признаки, отсутствие которых является диагностически значимым. Глаза, рот, нос и уши. Если же вообще нет лица, часто имеется в виду конкретный человек, личность которого автору не хочется афишировать. Лицо неясное, тусклое, боязливость, застенчивость. Лицо робота – деперсонализация, ощущение внешнего контроля. Лицо подчеркнуто, и оно выбивается из остального рисунка. Сильная озабоченность отношениями с другими людьми своим внешним видом. Уши – значимость мнения других людей по поводу этого человека, в первую очередь, отношения критики. При изображении на одном рисунке нескольких персонажей, самые большие уши, или при отсутствии ушей другого персонажа, само их наличие у того, кто должен слушаться окружающих. Тот же, кто изображен вообще без ушей, может игнорировать слова и мнения других. Уши слишком подчеркнуты, острая чувствительность критики, склонность легко обижаться. Маленькие уши – стремление не принимать никакой критики, заглушать ее. Глаза. Если нет глаз, или глаза, как в этом случае нарисованные, сразу вспоминаем значение лево-право, или они скрыты, спрятаны под очками, полями шляпы, это сильное стремление избегать неприятных визуальных воздействий, отгородиться от мира. Глаза выпучены, инфантильные страхи. Маленькие глаза – погруженность в себя. Вместо глаз изображены пустые глазницы. Значимое стремление избегать визуальных стимулов, враждебность из-за эмоциональной незрелости и эгоцентризма. Длинные ресницы – кокетливый, склонность обольщать, соблазнять, демонстрировать себя. Полные губы при изображении мужчины расцениваются как показатель женственности. Они могут часто изображаться наряду с другими чертами, отражающими тщеславие и нарциссические интересы. Зубы четко видны – агрессивность. Большой или заштрихованный рот или и то, и другое – источник угрозы осуждения или нежелательного словесного воздействия. Рот клоуна, как здесь – вынужденная приветливость, неадекватные чувства. Те, кто находится в состоянии напряженности, часто изображают рот одной линии на рисунках так, как будто рот либо плотно сжат, либо закрыт от чего-то. Если нет рта или рот черточкой, точкой, то человек либо не имеет возможности словесно влиять на других людей, либо это состояние напряженности, вытеснение вины, понимаемое как рассогласование собственного поведения с ожиданиями других. Мужчина может пропустить рот женской фигуре, если он страдает от брани своей жены или матери. Нос – чувственность. Его отсутствие – неразвитая чувственность. Если в рисунке на тему «Два человека противоположного пола» у одного из персонажей нет носа, то, возможно, проблемы во взаимоотношениях мужчины и женщины именно по причине недостаточной чувственности. В данном случае у женщины. Нарисованные ноздри – примитивная чувственность, агрессивность. Шея – рациональная регуляция, орган, символизирующий связь между сферой контроля – головой, и сферой лечения – телом, посредник между рассудком и чувствами. Чрезмерно крупная шея – осознание телесных импульсов и старание их контролировать. Толстая короткая шея – уступки своим слабостям и желаниям, выражение неподавленного импульса – захотел и сразу сделал. Фиксированная шея – сильно прочокнутая, подчеркнутая – это проблема интеллектуального контроля импульсов. Шея часто подчеркивается с помощью графического деления теми, кто беспокоен несогласованностью своих импульсов и функции сознательного контроля. Длинная шея – шея жирафа, аутизм – это конфликт между контролирующей функцией головы и импульсивной жизнью тела. Этот конфликт между разумом и чувствами решается через самоустранение от мира собственных сильных эмоций. Плечи – признак физической силы или потребности во власти. Плечи мелкие – ощущение малоценности и собственной ничтожности или ничтожности той фигуры, у которой они маленькие. Плечи слишком угловатые – признак чрезмерной осторожности и защиты. Плечи покатые – уныние, отчаяние, чувство вины, недостаток жизненных сил. Плечи широкие – сильные телесные импульсы. Плечи чрезмерно крупные – ощущение большой силы, власти, сильные телесные импульсы. Рисунок человека без существенных частей тела указывает на телесную дезорганизацию, отвержение, непризнание человека в целом или того, что символизирует отсутствующие в изображении части тела. Признаки телесной дезорганизации в рисунке могут свидетельствовать о неудачных попытках справиться с подчинением телесным импульсам, например, о чувстве вины из-за мастурбации или о чувстве физической неполноценности, или о переживаниях запретов религиозных радикалов, или о возможной гомосексуальной тревоге. Человек, который сбегает сложных тем, связанных с телом, отказывается закончить рисунок, нежели не поясом, или едва намечает несколько линий для этой части тела. То есть, если нет тела, это свидетельствует о вытеснении телесности, о желании что-то презентовать как чистое психическое состояние. Если нет лица, то, как мы уже говорили, это либо сокрытие личности конкретного человека, либо изображение статиста для фиксирования поступка как такового, когда важен не человек, а действие, которое воспроизводит он, которое нарисовано. Если мужчина изображен со спины, возможно, идентификация с женщиной, смена роли. Рассмотрим отрывы, отсутствие соединения частей тела на рисунке. Отрыв от фигуры части тела символически выражает страх утраты, той функции, которая символизируется данной частью. Отрыв ноги – страх утратить опору. Отрыв правой ноги – опора в социальной реальности, то есть потерять работу, статус своей организации. Если отрыв, оторвана левая нога – страх потерять опору в межличностных взаимоотношениях в семье. Отрыв руки – страх утратить влияние и контроль. Правой руки – если речь идет о положении на работе, о потере контроля над своей карьерой. Отрыв левой руки – неспособность контролировать взаимоотношения. Когда голова оторвана от тела, эта манифестация телом руководит, а я не могу повлиять. При анализе искажений особое внимание следует уделить на различия мужской и женской фигур в варианте, когда они изображены по отдельности и на одном листе. Так, например, на рисунке 30-летней женщины женский образ в присутствии мужчины оказывается менее устойчиво стоящим на ногах, особенно в социальной сфере. Женщина теряет рациональный контроль, есть зазор между головой и телом. Менее значимой становится визуальная информация. Более свойственно погруженность в себя, глаза превращаются в точки. Руки становятся тоньше, что означает ощущение женщины недовольства, достигнутым в отношениях. Иногда в рисунках встречаются стрелки. Рассмотрим их на примере пиктограммы разлука. Правая относительно зрителя стрелка недосоединена, что означает пассивное действующее лицо. Левая стрелка нарисована с перехлёстом, что означает активную позицию, следовательно, инициатор расхождения. Итак, один бросил второго, при этом первый потерял возможность манипулирования в области привязанностей, а второй в системе социализацию и опору в привязанностях. Следующий интерпретационный признак одежды. Неподходящая по размеру одежда, несоответствие положению, статусу. Если одежда выглядит меньшего, чем надо размера, то это недовольство своим положением человек метит на повышение. Если одежда производит впечатление большего, чем надо размера и выглядит мешковато, то это ощущение, что человек не дорос до того, что имеет. Слишком много одежды, потребность в социальном одобрении, вплоть до антисоциального поведения, недовольство собой. Наличие фасонных деталей одежды говорит о важности внешних признаков социального статуса. Штриховка одежды – проблемное отношение к телесности. Интерпретация зависит от того, какая часть тела оказалась заштрихована. Чаще всего затемняется нижняя часть тела, что отражает возможные сексуальные проблемы. Как бы прозрачная одежда, через которую виден каркас тела, любовь к мелодрамам, к подглядыванию за окружающими. Шляпа. Шляпа вообще – оглупление человека, чтобы его обезвредить. Прозрачная шляпа, ну, так, сквозь которой видно очертание головы, примитивная сексуальность. Если только шляпа на схематическом человеке нарисована, это выраженные регрессивные тенденции. Пояс, ремень, сексуальная неадекватность, с пряжкой, в силу зависимости от матери. Оружие – агрессивность. Сережки – концентрация на сексуальности. Трость – палка, на которую человек опирается, осознание своей беспомощности, желание ее преодолеть. Трость обычно появляется на рисунках людей средних лет или старше, тех, которые неохотно принимают свое увитание. В качестве художной иллюстрации значение трости, ритография Франциско де Гои, выполнена им в конце жизни, но в самой новой технике того времени. Слова, написанные Гои, Ауна Прэнда, можно перевести как «Я все еще учусь». Пуговицы по оси тела озабочены с телесными проблемами чувства телесного несовершенства. Также это может быть эмоциональная незрелость и зависимость от матери. Пуговицы, расположенные по средней линии тела мужской фигуре, свидетельствуют о противоречии между слабым инфантильным мужчиной и сильной авторитарной женщиной. Поза человека. Фигура, нарисованная в абсолютный профиль, серьезная отрешенность, замкнутость, оппозиционные тенденции. Если голова в профиль, тело анфас, тревога, вызванная социальным окружением и неудовлетворенной потребностью в общении. Свой пол изображен как активный, демонстративность, тревожность. Бегущий человек, желание скрыться от кого-то, возможно, панические страхи. Фигура Бабы-Яги, нарочито неженственное изображение, открытая враждебность к женщинам. Клоунское карикатурное изображение, свойственное подросткам, ощущение неполноценности, самопрезрение. Робот вместо мужской фигуры, деперсонализация, ощущение внешних контролирующих сил. Курение, потребность в укреплении маскулинности. Фигура из палочек может означать увиливание от выполнения инструкции и негативизм. В случае, если на предложение нарисовать человека, автор изображает схематического человечка даже понятного пола, имеет смысл все равно попросить его нарисовать человека определенного пола. Вы видите первый вариант рисунка человека и после просьбы нарисовать еще раз человека определенного пола получен второй вариант. Диагностически более полезный, который предоставляет гораздо больше информации для интерпретации. Сексуальность на рисунке человека. Если она выражена слабо, это ограничено сексуального поведения, так как скована полуролевая самоидентификация. Если выражена сильно, сексуальная неудовлетворенность. Подчеркнутая сексуальность – соблазнительность. Агрессивное использование секса, то есть оно используется как средство для достижения внесексуальных целей, например, для продвижения по службе, получения иных выгод. Подчеркивание грудей – зависимость от матери. Сосков, эгрессия на оральный уровень. Подробнее об этом поговорим позже. Подведем краткие итоги по теме человека. По тому, как изображена фигура человека, можно судить об основных проблемах автора рисунка. Моделью нам послужит император Наполеон в своем кабинете в тюреи кисти Давида. Но сначала небольшое замечание для тех, кто интересуется анализом работ художников. Для того, чтобы выделить на картине диагностические признаки, характерные для автора рисунка и его понимание, в данном случае, Наполеона Бонапарта, надо знать контекст истории страны и художественный шаблон того времени. Скажем, поза с рукой, спрятанная за борт одежды – типичная поза, которую художники современники Давида выбирали для портрета человека, если хотели показать, что он относится к высшему сословию. Поэтому данный признак мы бы при анализе не рассматривали как диагностический. Итак, напомню главное. Голова символизирует сферу рассудка. Уши – отношение к мнению других. Шея – рациональное регулирование, связь между головой и телом. Руки – воздействие на других. Ноги – самостоятельность. Ступни – устойчивость. И еще раз напомню, что правое и левое определяются из плоскости листа. Правая – сфера социума. Левая – сфера эмоциональных отношений. И краткое содержание следующей главы видеокниги «Интерпретация рисунка», которая выйдет тем быстрее, чем очевиднее для меня будет ваша заинтересованность. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. «Интерпретация рисунка»